Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Шерин, руководитель фракции партии ЛДПР в Рязанской областной думе, ну и, собственно, депутат Рязанской областной думы. Здравствуйте! Добрый день! Александр Николаевич, скажите, что же случилось? Почему же вы покинули пост координатора партии? Ну, дело в том, что у нас очень много молодых перспективных активистов, которые работают в Рязанском региональном отделении ЛДПР. Я думаю, что 13-летний срок пребывания на этом посту, он действительно может немножко привести к застою, возможно, регионального отделения. И мы с руководством федеральным ЛДПР приняли обоюдное решение, что мне, наверное, лучше сконцентрировать свою деятельность на должность руководителя фракции ЛДПР в Рязанской областной думе до окончания моего созыва как депутата областной думы и уступить дорогу молодым. В данном случае это мой заместитель, ну, как бывший мой заместитель, когда я был координатором регионального отделения, ныне исполняющий обязанности координатора регионального отделения ЛДПР, Никитин Денис Владиславович. Я думаю, что у него все получится. Ему 30 лет, он молодой, перспективный, энергичный человек. Я надеюсь, что партия ЛДПР только приобретет, потому что любое изменение, любые замены одной детали устаревшей, изношенной, моральной, физически, когда она меняется на другую, сам процесс и механизм должен работать лучше. Я на это надеюсь. Вот чем же вы теперь хотите заняться? Какие у вас планы? Поделитесь, пожалуйста. Ну, в первую очередь, я бы хотел заняться своей депутатской деятельностью, как я и занимаюсь. В первую очередь, надо будет отоспаться. Затем необходимо будет максимальное количество времени уделить в те дни, которые были выходными, праздничными и не дошедшими до моей семьи. Дети, супруга. Надо будет сходить в кинотеатры, на аттракционы, побольше времени провести с семьей. Надеюсь, вернуться снова в спортзал, для того, чтобы восстановить свою форму офицера-десантника. Времена нынче в мире, видите, какие надо быть всегда готовым, быть полезным в обществу и родине. Я буду работать с избирателями, будет также вестись прием граждан. На улице уже почтовый, дом 50, дробь 57, это адрес Рязанский областной думы, кабинет у меня там 16.1, телефон 25 55 84. Также будет вести прием юрист, также будет вести прием мой помощник, также будет еженедельно стоять в городе Рязани, в центральной части палатка, где будет стоять наш мобильный помощник, депутат областной думы, который будет принимать обращения граждан, проходящих мимо. Мы будем также распространять литературу, полиграфическую продукцию. Хочу открыть свой сайт, который также будет пополняться новостями о том, что мы делаем как депутаты областной думы, как фракции ЛДПР в Рязанской областной думе. На этом сайте мы будем принимать обращения граждан электронные, мы будем принимать предложения по законодательным инициативам, потому что основная деятельность депутата Рязанской областной думы это в первую очередь законотворческая деятельность. Там я напрямую уже мне появится возможность с людьми, вот некоторые блогеры критиковали количество посещений моих страниц, на твиттере. И я теперь думаю, более буду чаще общаться со своими избирателями. Если срок полномочий депутатских моих истекут, я снова не изберусь в должности депутата Рязанской областной думы, ну там уже будем смотреть. Александр Николаевич, все ли свои планы вы успели реализовать в качестве координатора? К сожалению, не все. Первое, что я хотел бы сказать, наверное, я их не смог реализовать, потому что я слишком в молодом возрасте возглавлял региональное отделение партии. У меня, скорее всего, не было такого жизненного опыта. Я где-то был очень наивен, где-то, может быть, слишком амбициозен, где-то, может быть, слишком прямолинейен. Я не смог стать депутатом Государственной думы Российской Федерации. Я понимал прекрасно, что очень много молодых, перспективных, талантливых людей, которые имеют команду. Есть люди, ну молодых я имею в виду в политике, люди зрелого возраста, которые пользуются достойным авторитетом и весом. И я не ставил себя на один уровень. Ну, допустим, я прекрасно давал себе отчет тем, кто иронизировал по поводу своей возможности стать губернатором Рязанской области, когда я баллотировался. Мне очень приятно, что у меня такая была возможность, и она была, потому что я был руководителем регионального отделения партии ЛДПР. Я за это очень благодарен и своим соратникам, и партии, и руководству. У меня нет никакого негатива абсолютно. Я не смог на 100% закрыть Рязанскую область координаторами, которые так же преданно работали на партию, как работал я. Я знаю, что я пришел в ЛДПР, абсолютно не рассчитывая стать депутатом городской или областной думы, потому что когда я возглавил Рязанское региональное отделение ЛДПР, это был 2000 год, конец 2000 года, никаких даже разговоров не было о списочной системе выборов в городскую думу, областную. Перспектив вообще тогда никаких не было, и даже об этом нигде ничего не обсуждалось. Это потом все новые и новые люди стали приходить в различные политические партии. Это потом стремление людей у некоторых вступить в ЛДПР и в другие политические партии, оно возросло, когда появился закон о выборах по партиям и спискам. Когда стало многим понятным, что возглавив списки партии ЛДПР, а многие люди, еще раз повторюсь, не было их рядом и близко. Со мной, когда я восстанавливал, по большому счету, восстанавливал региональное отделение, в 2000 году я нашел 16 членов партии в Рязанской области, мы провели конференцию, избрали меня координатором. И координатором, по большому счету, в 23 года я стал, не потому что я такой талантливый или незаменимый молодой перспективный парень. Ну, на безрыбье, как говорится, и рак рыба, желающих особо не было. Никто в этом, видимо, не видел перспективы и нужды особой. А у меня было реальное желание, стремление, потому что, когда я впервые увидел Жириновского вживую, не по телевизору, а вот так, пожал ему руку, для меня это было неизгладимое впечатление. Я уверен, что каждый человек, который вступает в ряды ЛДПР, должен это чувство в себе нести. Если этого нет, если, не создай, конечно, себе кумира, но чувство уважения и гордости того, что ты идешь рядом с председателем ЛДПР Жириновский, оно мне не поддельное. Поэтому мне не нужно было никогда притворяться, натягивать улыбку, когда я говорил об ЛДПР. Я по-прежнему люблю эту партию, благодарен ей, я горжусь тем, что я находился, по большому счету, на должности координатора, когда последний результат ЛДПР был 5,9%. И еще, чего я не добился окончательно в партии ЛДПР, не знаю, я, по-моему, сделал все, что от меня зависело, все, что я мог. Наверное, вот все. Никаких личных амбиций нет. Ну, видимо, где-то я проворонил по поводу наполненности партии членами партии. Надо было принимать не всех подряд. Все-таки. Надо было здесь где-то свою позицию пожестче проявить. Ну, я оставляю, скажем так, потомкам то, что делалось 13 лет. То, чему восхищались раньше, что было сделано мною за 3-4 года, то сейчас нынешнее поколение, приходящее в партию, воспринимает это как должное. То есть, для них это уже не достижение. То, что делаю я, допустим, для них это не достижение. Ну, я думаю, что они смогут восстановить вымпелы ЛДПР на Луне когда-нибудь. Ну, главное, чтобы дальше росли, а не по-ниспадающей. Последний вопрос непозначимости, конечно. Чему вы научились для себя, находясь на этой должности? Что вы получили? Я научился быть гибким по отношению к противоположной позиции. Я стал очень лояльным человеком. Я стал слишком мягким, я даже считаю так. Потому что я пришел в ЛДПР и имел опыт командования воинским подразделением и тогда было. Конечно, это было на тот этап очень незаменимым. Я думаю, что те, допустим, лет 5-6, которые я такую политику проводил, жесткую, она внутри регионального отделения, она принесла свои плоды. Я научился считать своих конкурентов действительно достойными людьми. Я научился понимать, что во всех остальных политических партиях и во всех остальных силах тоже существуют люди, у которых есть такая же, как и у меня цель в ЛДПР это достичь максимальной полезности их избирательного объединения общества. Ну и я понял, что на самом деле людей хороших надо ценить, потому что подонков и негодяев их, к сожалению, встречается больше. А вот хороших людей те поступки, которые они совершают, ту руку помощи, которую они протягивают. Те люди, которые могут найтись в том стане, в котором даже не ожидал. Те люди, которые могут выручить, спасти, помочь оттуда, откуда ты и не ждал. А те, которые, конечно, много предательства в политике, много разочарований, и тем больше надо ценить очень хороших людей. И хороший человек это понятие очень, скажем, такое растяжимое, такое аморфное, но поверьте мне, что люди, совершающие каждый день хорошие поступки, это слишком высокая планка, слишком высокая требования. Просто хотя бы один-два действия поступка, человек, это уже нормально. Александр Николаевич, спасибо огромное, что пришли к нам, уделили нам свое драгоценное время. Было очень приятно с вами пообщаться. В гостях у нас был Александр Николаевич Шерин, руководитель фракции ЛДПР в Рязанской областной думе. Еще раз спасибо. Огромное вам спасибо за то, что пригласили. Мне всегда приятно посещать вашу студию. Спасибо вам большое. Взаимно. А вам всего хорошего. Скоро увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин